Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вас приветствовать от лица компании Международный Коралловый Клуб. Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о программе «Здоровье для человека». Здоровье человека очень часто люди думают, что это функция врача. Но с древних времен люди знали, что для того, чтобы быть здоровым, нужно заниматься своим здоровьем самому. И нужно выполнять те законы, которые существуют на Земле, биологические законы, следовать этим законам, следовать за природой. Когда Луи Пастер открыл маленькие микроорганизмы, а затем у нас появились антибиотики, вся медицина вообще разделилась на две части. Одни следовали законам мудрости, законам здоровья. Восточная медицина, западная пошла по другому пути. Разделить человека на запчасти и каждую запчасть вручить в руки одному из специалистов. Окулист лечит ваши глаза, печень гипотолог, сердце кардиолог, легкий пульмонолог и так далее. Но человек не состоит из запчастей. Мы единая система. Если мы это с вами понимаем, то у нас появляется возможность дать человеку здоровье, исходя из системных знаний. Наша компания Международный Коралловый Клуб предлагает систему, каким образом сохранить здоровье, укрепить здоровье, восстанавливать здоровье, каким образом создать для человека условия, чтобы он жил долго, чтобы он был долго эффективен, здоров, чтобы он получал удовольствие от своей жизни. Поднимите руки, кто из вас согласен жить 120 лет? В дружной мире, да. А вот когда я разговариваю в других городах и спрашиваю, кто готов дожить до 120 лет, треть зала поднимает руки, некоторые уверенные, некоторые руки, все остальные руки не поднимают. Почему? Потому что стереотипно. У нас представление, что в 70 лет. Это большая проблема для семьи. Это человек, который страдает болезнями старости, атеросклерозом, сахарным диабетом, больными суставами, проблемами с позвоночником, старческим маразмом. И никто не хочет себя представлять старым, морщинистым, маразматическим, зависимым от других людей. Но все это оказывается неправдой. Человек может жить очень долго. Почему сегодня долголетие вызывает такое большое недоверие у людей? Потому что мы с вами живем в 23 веке. И за прошедший 21 век, извините меня, это я уже вперед смотрю. И за прошедший 20 век очень многое изменилось в технологиях. В первую очередь в области химии, в области фармакологии, в области технологии производства. И в результате мы с вами оказались в разгаре экологической катастрофы. Наша компания Международный Коралловый Клуб миссией своей считает помощь человеку, который находится в условиях экологической катастрофы. Итак, давайте знакомиться. Наш президент Леонид Августович Лап. Удивительный человек, который принес в дар всем нам продукт, призванный продлить нам жизнь. Секрет молодости, долголетия. Это продукт, который называется Кораллы Санга или Алкомайн, или Коралловая Вода. В 1979 году в книге рекордов Гиннесса была опубликована статья о долгожителях земли. И когда журналисты приехали брать интервью у Ишигея Изуми, который работал до 105 лет, в 115 лет был абсолютно сохранным и не знал, что такое болезни старости, человек, который прожил больше 120 лет, когда не обратили внимание, что на острове Тапуна-Сима средняя продолжительность жизни людей около 100 лет, хотя в среднем по Японии 75. 25 лет жизни, 25 лет любви, 25 лет передачи знаний. Вот это все куда-то исчезает. Почему? В чем разница? Ведь на островах одинаковая система питания, одинаковые традиции. В чем причина активного долголетия? Оказалось, единственная причина активного долголетия – это та вода, которую пили люди. Вода, которая получилась в результате того, что вода фильтруется через кораллы Санга. Только носимый ряд островов вокруг Окинавы – это коралловые атоллы. В мире существует 2500 видов кораллов. И каждый из них – хороший фильтр, хороший абсорбент. Они фильтруют воду. Но в отличие от всех видов кораллов, кораллы Санга обладают некими уникальными качествами. И в первую очередь тем, что они очень близко, очень близко по своему химическому составу, по соотношению макро-микроэлементов, стоят к строению костей человека, крови человека. Это удивительный продукт наших практически почти родственников. И оказалось, что если вода проходит через кораллы Санга, она набирает микро-макроэлементов и еще меняет целый ряд своих свойств. И эта вода становится живой. Эта вода становится целебной. Давайте поговорим немножечко об этом. Итак, зачем нам с вами нужна вода? Я думаю, никому не надо сообщать. Человек может голодать неделю, две недели, месяц, и при этом только улучшать свое здоровье, если он правильно это делает. Но если мы с вами не пьем воду, через три дня человек погибает. Но у меня вопрос. Кто из вас ежедневно пьет полтора литра сырой воды? Да вот как-то не все поднимают руки. У меня вопрос. А что в таком случае в основном пьют люди? Кипяченую воду, чай, кофе, соки, молоко, суп, борщ. И считают, что все это жидкость. Раз жидкость, все хорошо. У меня тогда к вам вопрос. А скажите, пожалуйста, кто из вас купается каждый день? Все. Все, да? Что это вы неприличные вопросы задаете? А почему это вы купаетесь каждый день? Вот можно задать вопрос. Зачем? Смыть грязь, убрать пот, дать коже возможность снова дышать. Вода прекрасный растворитель. Нам нужно забрать яды, убрать те токсины, которые мешают нам жить. Убрать просто-напросто грязь. Но клетка тоже нуждается в том, чтобы мы убрали из нее яды, отработанные вещества. Ведь она чем-то питалась, у нее отходы накопились. Их надо смыть. А мы с вами, вместо того, чтобы помыть ее, она говорит, дайте помыться, дайте покупаться. Мы говорим, кушай, дорогая, кушай, дорогая. Но хочется помыться. Не-не-не, ты покушай. Вместо того, чтобы дать ей воду, чай, кофе, соки, это все еда, это не вода. Ей нужен просто чистый растворитель. Мы с вами, не делая этого, не даем клетке вымыться. А как выглядит немытый человек, если мы его не моем? День, два, три, неделю, месяц. Ранняя старость и все прочие изменения, крайне неприятные для окружающих, но и в первую очередь для самого себя. Поль Брэк учил весь мир пить полтора литра минимум сырой воды в день. Вот только кто из нас рискнет пить сырую воду. Поль Брэк жил до 96 лет и погиб совершенно случайно, катаясь на доске на Гавайях. Это какое надо иметь здоровье физическое, какое эмоциональное состояние надо иметь, чтобы иметь возможность и желание рано утром взять доску и отправиться на берег океана. Оказывается, это возможно. Это и есть активное долголетие. Но одним из главных условий этого долголетия – это состояние нашей внутренней среды. Клетка – это капля воды, окруженная мембраной. И все процессы обмена, поступление питательных веществ, строительство клетки, получение энергии, выведение ядов и токсинов – все это происходит в воде. И наш организм можно представить себе как бассейн, который на 70% состоит из воды. И в каждом органе и ткани немножко разное соотношение воды. Кости на 13% состоят из воды, мышцы на 75% – наш мозг, то, чем мы так гордимся, на 80,5% состоит из воды. Наша кровь на 90% состоит из воды. И от качества воды зависит качество нашей с вами жизни. Недаром Дюбуа сказал, человек – это одухотворенная вода. Тот продукт, который у нас с вами есть, удивительный, уникальный продукт, называется «Алкомайн». И выглядит это вот так. Пакет, в котором находятся 6 маленьких пакетиков, содержащие отмытый, обогащенный песок кораллов санго. Сюда добавлено только серебро, учитывая инфекционную обстановку, и 5 мг аскорбиновой кислоты. Для того, чтобы быстрее связать хлор, который находится в воде. Мы достаем один пакетик и бросаем его в полтора литра воды. При этом оставшийся пакетик мы закрываем герметично, потому что кораллы настолько мощные ацорбенты, что если вы этого не сделаете, и оставите это на кухне, на кухне углекислые, газ, пары серые и так далее, все это собирается, и мы теряем часть энергии, которая могла бы помочь нашему здоровью. Каждый пакетик кораллов санго несет вам удивительные изменения. Давайте посмотрим, какие. Итак, первое. Когда мы добавляем один пакетик на полтора литра воды, мы это опускаем в бутылку. Давайте посмотрим, вот так. Закрываем ее герметично и надо выпить эту воду в течение дня. Вот так. Что происходит с водой, когда мы добавляем сюда кораллы санго? Первый эффект. Мы получаем с вами безопасную воду, потому что в течение 10 секунд связываются неорганические и органические соединения хлора. С 1904 года, с тех пор, как человечество стало хлорировать воду с целью обезопасить себя от инфекций, люди стали меньше болеть инфекционными заболеваниями. Но зато за эти 100 лет резко возросло количество сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, количество заболеваний синдромом Альцгеймера или старческим маразмом. Более того, в последние десятилетия люди обратили внимание на то, что меняется гормональный обмен. И в Великих озерах находят самцов, рыбы, которые нерестятся. Нарушается гормональный обмен. И это испытываем мы с вами на себе. Кроме того, соединения хлора, диоксины, это страшный яд для наших клеток. Они нарушают обмен веществ не только внутри клетки, но и в ядре клетки. И в результате это одна из причин онкологии. Когда мы добавляем кораллы санго в воду, мы в течение 10 секунд связываем все соединения хлора. Кроме того, вредные примеси, такие как соли тяжелых металлов, окислы железа, алюминия, тоже связываются. Они оседают на стеночках сосуда, становятся безопасными. И вот у нас с вами безопасная вода. Причем возможность пить безопасную воду с вами всегда. Потому что куда бы вы не пошли в гости, куда бы вы не поехали в командировку, всегда с вами есть безопасная вода. Второе, что происходит с водой. Вода становится щелочной. И вот это одно из самых главных воздействий кораллов санго на воду. Потому что у здорового человека внутренняя среда, наша кровь, спинномозговая жидкость, наша лимфа, наши слезы, вне-клеточная, внутриклеточная жидкость, слабо-щелочные среды. Отто Варбург получил Нобелевскую премию в 1962 году за то, что доказал. Онкологические клетки не развиваются, не дают огромного роста в щелочной среде. Но когда мы в кислородной среде, когда мы изменяем ПАЖ нашей жидкости в щелочную сторону, даже на 0,15 сотых, степень усвоения кислорода увеличивается на 60%. И мы даем клетке надышаться кислородом, в результате онкологические клетки не развиваются. Щелочная среда это основа, основа нашего здоровья. И это значит, что мы можем вывести кислые яды из нашего организма, в первую очередь из нашей клетки. Еще один очень важный момент, который мне бы хотелось, чтобы вы понимали. Всемирная организация здравоохранения считает воду питьевой, если она прошла тестирование по 119 показателям. И один из них это окислительно-восстановительный потенциал. Разность потенциалов между активным и нейтральным электродом. Что показывает окислительно-восстановительный потенциал? Сколько свободных радикалов в этой жидкости, то есть насколько она ядовита для нас. Или сколько антиоксиданта в этой жидкости, насколько она целебна для нас. Сколько она у нас заберет энергии или сколько она нам подарит энергию. И стандарт Всемирной организации здравоохранения это заряд клетки плюс 60. Давайте посмотрим. Заряд воды должен не превышать плюс 60. Если плюс 60, все нормально. Все, что выше, это не питьевая вода. Какой заряд воды у нас с вами? Какая разность потенциалов в воде, которую мы только что набрали из стран? 319 в 5, больше чем в 5 раз, больше этот показатель. То есть это вода, которая отнимает у нас энергию. Более того, нашему организму надо включить целый ряд ферментативных процессов, чтобы нейтрализовать все эти яды, находящиеся в воде, чтобы она стала питьевой. Хотя, ну давайте посмотрим, что произойдет, если мы с вами добавим сюда кораллы санго. Мы берем пакетик. Ну, чтобы это было быстрее, мы его разрываем и добавляем сюда. Смотрите, что происходит. Прямо на ваших глазах меняется окислительно-восстановительный потенциал. То есть прямо на ваших глазах происходит чудо. Яды связываются, нейтрализуются очень стремительно, очень быстро. И вот уже отрицательный заряд воды. Теперь эта вода становится целебной. Теперь она в состоянии связать не только те яды, что в воде, но и те яды, которые есть внутри нашего организма. Вода становится отрицательно заряженной. Это та вода, которая несет энергию. И вот это удивительный дар природы. Такая вода существует в мире. В горных аулах, в некоторых редких местах на Земле. Есть источник во Франции, один из них есть в Румынии. Но у вас возможность получить целебную воду, называют молоко гор. Корала Санга называют молоко океана. И вот этот удивительный дар все время носить с собой, всегда иметь возможность носить с собой чистую, целебную воду, несущую вам энергию. Но есть еще одно удивительное качество. Ну, замечательно. Если слегка устали, переутомились, глоток такой воды дарит вам энергию. Итак, кораллы Санга еще и делятся с нами очень щедро макро-микроэлементами. Человеку нужно порядка 70 макро-микроэлементов для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы активно жить. Если вам не хватает одного из них сегодня, мы не замечаем. И завтра не замечаем. Только через некоторое время у нас нарушается обмен веществ. Если нам с вами не хватает цинка, то происходит такая неприятность. Дети отстают в росте. Снижается иммунитет. Однажды вечером ваш муж приходит с работы, садится за стол и говорит, дорогая, ты стала невкусно готовить. Я не ощущаю аромата, я не ощущаю вкуса, слышу я тебя с трудом. И наше вечернее свидание тоже отменяется, поскольку у меня нет никакой возможности. Если вам не хватает хрома, это значит, что постепенно, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть не хватает. В возрасте после 40-45 лет, вдруг откуда ни возьмись, сахарный диабет второго типа, нам не хватает хрома. Если нам не хватает селена, мы себе просто укорачиваем жизнь. Я была на международной конференции в Стокгольме, где наши коллеги делились с нами. В Швеции проходит государственная программа селенизации всего населения. То есть людям после 40 лет говорят, в нашей воде, в наших продуктах питания не хватает селена. Добавьте это, пожалуйста, к своему рациону. Результат 20-летней работы, средняя продолжительность жизни шведов увеличилась на 15 лет. Селен мощнейший антиоксидант. Доказано, что если не хватает магния в вашем рационе, это значит, что нарушается работа не только нервной системы, это значит, что в ваших клетках нарушается генофонд клетки. Это значит, что возможны онкологические заболевания. Я могу так пройтись по всем макро-микроэлементам, но факт в том, что кораллы санга, их строение так близко по соотношению макро-микроэлементов, что когда мы пьем эту воду, мы практически получаем все необходимое, чтобы сбалансировать наш обмен веществ. И в первую очередь кальций. Кальций – пятый элемент в нашем организме. Если нам его не хватает, начинаются самые разные проблемы. Одна из них, всем понятно и известная – остеопороз. Третья причина смертности от осложнения остеопороза в возрасте 60 лет. Это статистика, которая приведена Всемирной организацией здравоохранения. Но печальное известие состоит в том, что остеопороз стал молодеть. Недавно моя подруга в возрасте 43 лет сломала ногу, просто оступившись. Когда она сделала рентген-снимок, специалист сказал ей – девушка, у вас остеопороз, хрупкость костной ткани. Кальций, когда мы его употребляем, во-первых, его не так просто получить. Он есть во многих соединениях, он есть в хлебе, допустим, в нашей пище. Но его невозможно получить, потому что это нерастворимые соли. Нам нужна хорошая работа желудка, достаточно соляной кислоты, чтобы расщепить соединение кальция и иметь возможность сосать кальций. Чтобы он поступил в клетку. И куда он поступает? В первую очередь в костную ткань. А вот уже оттуда мы вымываем тот кальций, который нам необходим, для того, чтобы решить все проблемы нашего организма. Это и свертывающая система крови, это и сократительная функция наших мышц. Сердце работает неостановимо еще во внутриутробном периоде. И вот мы уже до конца наших дней. Каждую минуту в среднем 60 ударов в минуту. Но это благодаря тому, что существует обмен ионов кальция. Можно говорить о бесконечных функциях. Кальция одна из них очень важная. Соединение кальция служит буфером. Когда мы закисляемся, а мы с вами склонны закисляться. Кто из вас пьет Кока-Колу? В моем присутствии вообще никто об этом не говорит. А чьи дети? Вот чьи дети любят? Кока-Колу, Фанту. Смотрите, все-все-все. Почему? Телевизор, да? Реклама. Но я была на конференции международной в Торонто, где доктор Даррел Вульф сказал, Две компании отравляют весь мир. Макдональдс и Кока-Кола. Вот у кого-нибудь есть аквариум дома? Никто туда Кока-Колу не наливает? Чтобы рыбкам было вкусно и весело. Правда? Жалко, сдохну. Мы с вами регулярно закисляемся. И вот в этот момент что происходит? Чтобы нейтрализовать лишние кислоты. Наш организм имеет защитный механизм. Соединение кальция-ортамонофосфат мы вымываем из костей для того, чтобы обезопасить себя. И в результате вот у нас хрупкость в костной ткани. Организм получает сигнал. Ой-ой-ой, кости хрупкие, надо укреплять со всех сторон. И вот у нас с вами шипы и то, что мы называем остеартрозы. Более того, нам не хватает кальция, и организм понимает, плохо дело. Каждый день мы получаем кальций и выбрасываем уже отработанные, ненужные. Надо задержать. И задерживает на путях наведения в желчном пузыре. Песочек, камешки, каменюки. В почках песочек, камешки, каменюки. Вот так все это происходит. Если у нас нет дефицита кальция, то, соответственно, у нас крепче костная система, лучше общее состояние организма, и коралла санга щедро делится ими с нами. Но и это еще не все. Есть некая уникальная информация, с которой я буду рада с вами поделиться. Кораллы санга меняют структуру воды. Особенно в этом веке все стали обращать внимание на информатику, да? Информационные системы. Но вода – это один из самых мощных носителей информации. Когда вы открываете кран, наливаете стакан воды, ваша вода в кране помна. Какая корова заходила в речку, что смыло с заводов, что смыло с полей, город чем поделился с водой, да? Какие у вас очистные сооружения, какие у вас ржавые трубы и сколько гадостей накопилось в вашем фильтре. Вот эта вся информация о мертвых и отравляющих веществах, она поступает с водой в наш организм с каждым глотком. Но когда мы добавляем кораллы санга, мы меняем структуру воды, и она становится такой, как святая вода. Если вы видели недавно прошедший фильм о живой воде, там показывали структуру, кристалл воды при колоссальном увеличении. Святая вода напоминает снежинку. Давайте мы посмотрим с вами, что происходит с водой, когда мы добавляем кораллы санга. Вот это обычная вода из кран, напоминает бромовское движение. Помните, в школе учили? Хаос. Мы добавляем кораллы санга, и молекулы воды выстраиваются в снежинку. Мы можем показать при большем увеличении. Недавно шведская медицинская группа поделилась с нами фотографиями, полученными в результате исследований. Вот это структура обычной воды, а вот так выглядит снежинка кристаллы воды при добавлении кораллов санга. Гармония. Гармония. Вот так выглядит кристалл воды. А что это дает нам с вами? Как вы относитесь к экстрасенсам, которые стоят так, возле вас руками машут и рассказывают, какая у вас аура? Отрицательно. Мало доверия, правда? Я тоже могу постоять, помахать руками, думает каждый из нас. Но в нашей стране был изобретен прибор, который позволяет сфотографировать ауру человека. биомагнитное поле человека. Давайте мы посмотрим. Это называется кирлиан-диагностика. Маленькие кружочки – это аура вокруг каждого пальца, и вот это аура вокруг всего человека. Эта женщина пришла к нам с тяжкой головной болью, от которой она страдала в течение девяти лет. И за дня в день, каждый день тяжкие головные боли. Ей дали, и это, видите, аура – пролом над головой. Ей дали выпить стакан воды, высыпав туда коралл санга. Давайте посмотрим. Видите, какая реакция? Изменяется аура. У нее прошла головная боль. Что произошло? Вода, насыщенная кораллами санга, вывела яды и изменила состояние внутренней среды. В результате она избавилась от головной боли. Что же нам дает с вами вода, если каждый день пить просто чистую здоровую воду? Давайте посмотрим результаты. Итак, наши рекомендации. Пакетик мы бросаем в полтора литра воды и выпиваем эту воду в течение дня. Если вы работаете в горячем цирку, если лето и жарко, если вы занимаетесь очищением, вам нужно больше воды. Два, два с половиной, до трех литров воды. Но что мы получаем, когда мы пьем эту воду? Здоровые, обычные молодые, здоровые люди. Просто больше энергии, лучше сон. Меньше утомляемость. Очень часто спортсмены на себе это используют и получают блестящий результат. Вы знаете, я недавно пошла снова в спортивный зал после очень длительного перерыва, и мой тренер сказал, завтра у вас все будет болеть. Прихожу на следующий день, ну как вы себя чувствуете? Я говорю, прекрасно. Он посмотрел на меня с большим недоверием и говорит, так, увеличиваем нагрузку, завтра все будет болеть. Снова я прихожу, ну как все чувствуем? Прекрасно. Он с большим недоверием еще раз увеличивает. А где крепатура? Может быть вы спортом занимались? Нет крепатуры. Почему? Кораллы санка связывают кислоты, и в частности молочную кислоту. И эти кристаллы не ранят мышцы. Вот и результат. Мы получаем блестящие результаты при спортивных нагрузках. Люди пьют чистую, здоровую воду и очень часто получают побочные эффекты. Самые разные. Первый побочный эффект – уходят скрытые отеки. И вдруг лицо слегка отечное становится более молодым и симпатичным. Уходят скрытые отеки. Очень многие люди отмечают результаты, уходят боли в суставах. Увеличивается объем движений суставов. Нормализуется ритм сердца, если это было связано с хронической интоксикацией. Лучше заживают переломы. Вот последняя история, которую я хочу с вами поделиться. В городе Донецке у нашего близкого друга, у Сережи, дочка попала в автомобильную катастрофу. Тяжелый перелом, оскольчатый перелом бедренной кости. Аппарат Елизарова. И ей сказали, что 6 месяцев она будет находиться в аппарате Елизарова. Через 3,5 месяца аппарат сняли, потому что кости срослись. Травматолог, честно говоря, был совершенно поражен, но сегодня он это активно использует в своей практике. Я могу приводить самые разные примеры. И когда я приходила к врачам несколько лет назад, они говорили, вы, Марина Яковлевна, рассказываете какие-то легенды и мифы. Нет панацеи от всех болезней. Ну не бывает такого, чтобы одно лекарство помогало и при сердечных, и при печеночных, и при желудочно-кишечных проблемах. Не бывает. И я с ними абсолютно согласна. Как преподаватель кафедры клинической фармакологии я вам могу гарантировать, нет панацеи от всех болезней. Более того, нет ни одного медикамента, синтетического и полусинтетического, который бы не имел побочных действий. Но что мы с вами делаем, когда пьем чистую, здоровую воду? Мы с вами восстанавливаем внутреннюю среду. Вот тот бассейн, в котором плавают триллионы маленьких рыбок, наши клетки, мы просто восстанавливаем среду и даем возможность выжить. Потому что если нас не отравлять каждый день, а поселить нас на прекрасном острове, где чистый воздух, чистая вода, то мы с вами и будем жить и подольше, и получше. Правда? То же самое мы делаем, когда пьем эту воду. Мы убираем яды и даем чистую, здоровую среду. Поэтому очень многие проблемы уходят. Проблемы, связанные с нарушением обмена веществ с хроническими интоксикациями. Но есть три способа применения кораллов санга с целью оздоровления. Первый, самый простой. Пакетик на полтора литра. И с первого вздоха до последнего нет противопоказаний. Это просто чистая живая вода. И когда меня спрашивают, а ребенку сколько можно пить? Я говорю, представляете, горный алк, семья, маленькие дети. И ребенку говорят, ты уже три недели пил из родника чистую воду. Теперь, пожалуйста, из канализации. Это просто чистая живая вода. Но есть второй способ, и это связано с острыми ситуациями. Тогда, когда у нас температура, неважно от какого инфекционного заболевания, пакет на стакан – это мощный детоксикатор. Мы быстро связываем и выводим яды. Отравления, пищевые отравления, алкогольные отравления. То есть, если вы хотите чувствовать себя бодрыми и веселыми, после того, что проявите новогоднюю ночь, пакет на стакан вас возвращает в общество живых. Кстати, кораллы санка можно добавлять в любую воду. Лучше всего в очищенную сырую. Можно в кипяченую, если она остыла до 80 градусов. Можно в чай, можно в кофе, можно в соке, можно в вино, можно в водку, можно в самогон. Добавляете в самогон, получаете абсолют. Оживление в зале. У меня один мужчина в Одессе сказал, с этого надо было начинать. Острые аллергические реакции, гипертонические кризы. Я не могу сказать, что это сразу исцелит человека, но во многом поможет нашему организму бороться с нарушением здоровья. И, наконец, есть третий способ. Это касается всех тех, кого волнует такой вопрос. Камни, песок, желчного пузыря и почек. Если вас это волнует, я могу поделиться этой информацией. Мы берем пакетик на полтора литра воды и пьем в течение дня. Но пьем так, как пьют американские алкоголики. Знаете, они ходят с бутылкой и все время приклепывают. Вот таким же образом. Каждый час полтора треть стакана. Немного. Но мы все время поддерживаем ПАЖ среды внутренней на щелочном уровне. Происходят удивительные вещи. Камни начинают обсыпаться в песок. С ним легче справиться нашему организму. И у нас есть подтверждение ультразвуковых исследований. Были камни, рассосались камни, рассыпались, вывели камни, нет камней. На самом деле, это замечательная система профилактики, чтобы не образовывались камни желчного пузыря и почек. Ведь когда мы приходим с камнями к хирургу, что он нам говорит? Резать. Как будто у нас есть с вами запчасти. Взрослые люди, давайте ответим. Вот просто здраво, здраво по моему. Когда мы удаляем желчный пузырь, мы убираем причину или следствие? Естественно, следствие. А вот чтобы убрать причину, ведь переподсобмена веществ мы не убрали, кораллы санка как раз и помогают нам справиться с этой проблемой. Еще эффективнее и быстрее, если мы употребляем упаковку жизни. Это активин, ассимилятор и коралловый кальций. Активин, ассимилятор и коралловый кальций. Вот это замечательная отряда, это и есть упаковка жизни. Это просто сбалансированное питание, где есть и витамины, и микроэлементы, и антиоксиданты, и пробиотики, о которых мы сейчас поговорим. Вот это все вместе. От 3 до 6 месяцев мы это пьем, прихлебывая каждые час-полтора немножко кораллов санка. Результат. Через 2 месяца смотрим на УЗИ, нет камней. Или уменьшились в размерах камни, или песочка уже нет. Вот это замечательная возможность постепенно восстановить свое здоровье. Ну а теперь мне бы хотелось поговорить о втором этапе восстановления нашего здоровья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!